Служение Истина Восторжествует представляет Здравствуйте и добро пожаловать на специальную программу в которой мы хотели бы обсудить проблемы связанные с коронавирусом. У некоторых людей появилось в связи с последними событиями много вопросов. Люди смущены и испуганы и у них есть много вопросов и именно по этой причине мы и решили записать это видео. Чтобы те которые испуганы всей этой ситуации могли бы увидеть свет и понять в каком направлении нам дальше следует идти. Мы хотели бы чтобы это видео помогло вернуть надежду таким людям и могло бы стать для таких людей благословением. Мы здесь вместе с пастором Биллом Хьюзом. Итак пастор Билл, первый вопрос который состоит из трех частей это следующий вопрос. Ты можешь начать свой ответ с любого из этих трех вопросов. Первый вопрос. Что такое коронавирус и откуда он взялся и как мы христиане должны относиться к этому? Ну давайте начнем с ответа на вопрос откуда пришел этот вирус. Я хотел бы отметить в связи с этим два момента. Первое. Согласно тому комментарию который еще в 19 веке сделал журналист Джон Свитон. Он сказал тогда что вся пресса находится под контролем богатых людей мира сего. Окей? И Джон Свитон сказал что люди которые работают в СМИ будь то газеты, журналы, телевидение или радио, все эти учреждения находятся под контролем богатых людей, которые в свою очередь находятся под контролем тех кто находится за кулисами. 18 глава книги Откровения говорит что именно папство находится за кулисами. Именно об этом сказано в 18 главе книги Откровения стихи с 11 по 15. Итак СМИ находятся под контролем богатых людей которые прелюбодействуют с папской властью и по этой причине все СМИ фактически находятся под контролем римского католицизма. Да безусловно Коди. Итак папская власть может доносить обществу свою информацию используя при этом прессу. И то что сейчас происходит это не что иное как заговор всех этих сил. И нет никаких сомнений по этому поводу нам рассказали что все что сейчас происходит возникло в Китае верно? По официальной версии это возникло в Китае по той причине что некоторые люди ели нечистых животных. Если я не ошибаюсь речь шла о змеях или о летучих мышах и по этой причине как нам сказали возник этот вирус верно? Но это официальная точка зрения. Но существует и неофициальная точка зрения о том что папство которое контролирует все СМИ вместе с крупными финансовыми структурами с купцами земными запустили этот сценарий в результате которого они смогут привести весь этот мир к финальной битве и к исполнению заключительных событий которые связаны с установлением воскресного закона. И я слышал Коди как некоторые люди говорят о том что этот вирус был сделан искусственно в лабораториях. Но мне бы хотелось увидеть документ или какие-то доказательства которые подтвердили бы эту точку зрения. но мы с вами должны ответить на вопрос куда ведут нити и кому выгоден этот сценарий и это может многое рассказать нам и ответить на вопрос откуда все это пришло. Коди нам известно что в конце должен быть принят национальный воскресный закон и то что сейчас происходит было сделано для того чтобы создать хаос в обществе чтобы привести к такой обстановке которую уже давно желает и Рим и отступившие протестанты что приведет к всемирному воскресному закону который вначале будет принят в США а потом распространится во всем мире. И конечно же от теперешней обстановки выигрывают и Рим и также выигрывают отступившие протестанты. из трудов духа пророчества нам известно о том что это национальное отступление переведет к тому что сначала в Америке а потом во всем мире будет принят воскресный закон и как мы знаем все эти страны будут уничтожены и Иисус вернется на нашу землю. Слава Господу! Аминь! И принимая во внимание такое развитие событий Коди это говорит нам очень многое о том кто стоит за всем этим и для этого нам нужно понять кто в конечном итоге выигрывает от этого сценария. Знаешь когда я слышал сейчас то о чем ты говорил для меня это звучит достаточно логично. Но нам также важно понять что каждый из нас индивидуально должен сейчас делать в этой обстановке и что мы не должны делать чтобы предотвратить возникновение и не участвовать в различных спекуляциях и домыслах по этому вопросу. Прежде чем была включена сейчас камера мы обговаривали с тобой все эти вопросы. Мы говорили о том что существует множество различных сценариев которые могут привести к принятию воскресного закона. Есть настолько много различных путей как все это может развиваться. Библия не говорит нам в деталях о том как это все будет развиваться но говорится что это будет. И так вместо того чтобы участвовать во всякого рода спекуляциях по этому вопросу ты говоришь о том что мы должны оставаться в этой точке и проанализировать то что говорят нам пророчества в которых говорится что вы в итоге воскресный закон все равно будет принят. И рассмотреть вопрос о том кто на самом деле получит выгоду во всем этом и кому эти события станут помехой и принесут затруднения. И с другой стороны так скажем с противоположной стороны от теории заговора мы должны понимать что Рим контролирует средства массовой информации. И мы не можем просто смотреть то что нам говорят средства массовой информации и верить в то что все что они нам говорят это на тысячу процентов истина потому как это не так. Да это безусловно так. Так что то что ты говоришь это достаточно сбалансированный подход по всем этим вопросам. Коди есть множество спекуляций которые я продолжаю слышать с разных сторон. Будь это сообщения электронные письма или звонки по телефону от людей которые имеют самые добрые намерения. Которые напуганы происходящим. Коди я слышал как люди говорят что будут отключены газовые насосы я слышал как люди говорят завтра к примеру национальная гвардия закроет всю нашу страну и будет издан декрет о смерти. Коди и при этом никто из распространяющих эти слухи не знают это наверняка. Мы не должны позволять чтобы подобная информация завладела нашим разумом. Я недавно слышал как один джентльмен добропорядочный человек он прислал мне видео где президент Дональд Трамп в последнее воскресенье говорит о национальном дне молитвы и о том что он собирается поддержать свободу вероисповедания для всех американцев потому как он сказал потому как это не какое-то право которое предоставляет государство но это право дано нам самим Богом. И этот человек Коди прислал мне это видео ему почему-то показалось что это является частью исполнения пророчеств. И вскоре мы станем свидетелем принятия воскресного закона. Но я ему ответил что я пока этого не вижу пока что я вижу только президента который сказал это. Знаешь у некоторых людей есть проблема с этим люди молятся и президент говорит о том что он собирается и дальше поддерживать религиозную свободу и поэтому я не сторонник того чтобы принимать все эти спекуляции и принимать любой сценарий какой только людям вздумалось вам представить не стоит этого делать. Все эти предположения и спекуляции ровным счетом ничего не стоит это все пустое. Да я с тобой согласен. Есть неопровержимые факты которые свидетельствуют о том что существует всемирный заговор мы можем прочитать об этом в семнадцатой и восемнадцатой главах книги откровения там достаточно ясно все это сказано по этим вопросам. заговором является когда две или более групп людей объединяются вместе для достижения каких либо своих злых целей. В семнадцатой главе книги откровения мы встречаем четыре группы которые действуют вместе. Папство или блудница, купцы или богатые люди нашей планеты, цари земные и церкви этого мира. Вот вам четыре группы людей которые состоят в заговоре. Люди часто мне говорят вы сторонник теории заговора. Ничего подобного. Заговор это не теория друзья это факт. То что заговор существует это факт. СМИ находятся под контролем богатых людей которые в свою очередь находятся под контролем папства. Мы не должны верить всему тому что нам говорят СМИ. даже ведущие каналы. В то же самое время Коди говоря это мы должны быть осторожны и не поддаваться на провокации и разного рода спекуляции. Что мы действительно должны делать Коди и в каком направлении мы должны прикладывать наши усилия и это касается не только этого времени но в любое время мы должны. первое это то что меня очень беспокоит это то что люди очень сильно расстраиваются по поводу этого коронавируса и в то же самое время я практически ничего не слышу от них о восьми законах здорового образа жизни. И это то что мы как раз можем делать и то что мы можем контролировать. есть некоторые вещи которые мы не можем контролировать. Но мы можем контролировать наше здоровье. мы можем контролировать то что мы вкладываем в свой желудок. Мы можем контролировать в какое время мы пойдем спать вечером. мы можем контролировать пьем ли мы достаточное количество воды. Мы все это можем контролировать и при этом не забывать солнечный свет и свежий воздух. Делаем ли мы достаточно физических упражнений. Все эти вещи мы с вами можем контролировать. И это позволит нам остаться здоровым. С этой целью нам и были даны Богом эти восемь законов здоровья. Для того что бы у нас был сильный иммунитет. И если наш иммунитет будет крепким то мы сможем противостоять всем этим вещам которые нас атакуют извне. Итак это то что мы можем сделать Коди и еще то что мы с вами можем сделать и мы должны это взять за правило. Вокруг нас есть миллионы людей в этом мире которые полностью потеряли надежду и мы должны помочь этим людям. Они испытывают сильнейший страх и не имеют никакой надежды на будущее. Но вы и я у нас есть такие прекрасные книги как Путь ко Христу, Великая Борьба, у нас есть две книги которые повествуют о национальном воскресном законе. Одна была написана Джоном Маркусеном, а вторая Кирком Дэвисом. Делимся ли мы этим материалом с другими людьми, которые полностью потеряли надежду. И может быть у нас есть члены семьи или друзья которые говорят нам нам не нужна ваша литература и мы ничего не хотим слышать о вашей религии. Хорошо, прекрасно, может быть они испытывают проблему со своим здоровьем, может быть они изо всех сил борются за жизнь. Мы с вами можем помочь им в этой борьбе. Может в нашем окружении есть такие люди которые не могут по каким-то причинам выходить на улицу и дойти до продуктового магазина. Мы можем им помочь и сходить в магазин. Мы можем с вами помочь тем людям которые нуждаются в это время в нашей помощи. Мы можем это сделать в ходе. Итак, друзья, есть вещи которые вы и я можем сделать. И я сейчас не веду речь о запасе туалетной бумаги. Я говорю о том что мы должны помочь сейчас другим людям по тем вопросам в которых люди нуждаются. Мы можем поделиться истиной с другими людьми. Некоторое время тому назад я был в библиотеке и одна женщина она подошла ко мне и сказала, что вы думаете по поводу того что сейчас происходит? Она сказала, я до смерти Дампуга на всем происходящем. Я ответил ей, я кое-что принесу вам. На следующий день я принес ей маленький сверток в котором были книги «Путь ко Христу», «Национальный воскресный закон» и книга «Великая борьба». Когда она увидела эти книги, слезы потекли по ее щекам. Она сказала, я настолько благодарна вам и я ей ответил, «Эти книги могут дать вам надежду в это время и осознание того что произойдет в будущем». И я не сказал ей что произойдет завтра, потому как это было бы спекуляцией. Я сказал ей, эти книги могут дать вам надежду на будущее. Она была настолько рада, друзья, она была в восторге. Мы с вами можем это делать. Вопрос состоит в том, будем ли мы? Будем ли мы это делать? Вот такие вещи мы с вами можем и должны делать. Да, это интересно. У меня есть здесь официальная информация. В заглавии этой статьи написано, откуда появился новый коронавирус. Летучая мышь, змея или ящер, так написано в заглавии. Эта статья взята на сайте healthline.com. В статье написано. Коронавирусы, названы в честь своей коронаподобной формы и впервые были обнаружены в середине 1960-х годов. Вирус обычно вызывает респираторные заболевания, такие как простуда. Это то, что мы знаем об этом вирусе. Во-первых, этот вирус был обнаружен еще в 60-х годах прошлого века. Это не что-то новое. Этот вирус уже был в 60-х годах. Я хочу связать это с тем, что ты только что сказал. Библия ясно говорит нам в 13-й главе книги Откровения, где написано «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные Агличем, и говорил как дракон». Итак, когда мы наблюдаем за всеми этими событиями в политической области, мы знаем, что мир должен принять воскресный закон. И мы не должны выдавать какие-то спекулятивные заявления по этому поводу, подобно тому, что недавно говорил Дэвид Гейтс, потому как есть много версий и много мыслей по этим вопросам, но мы не обязаны всеми этими мыслями сразу же делиться с этим миром, потому как многие версии это не что иное, как просто домыслы и спекуляции и слухи по этой теме. Основновая тот факт, что этот вирус был известен еще в 1960-х годах. И что мы можем сделать с этой информацией? Мы можем чаще бывать на свежем воздухе. Мы можем получать пользу от солнечного света. Мы должны проявлять умеренность в еде и не переедать. Не употреблять табак, алкоголь и другие вредные вещества. И мы также должны надеяться на Бога. И этой надежды как раз и не достает многим людям наши дни. Это очень важно, Коди? Диета, физические упражнения, нам нужно идти вовремя спать. Тот факт, что этот вирус был известен еще с 1960-х годов. И сейчас мы можем наблюдать такое распространение этого вируса. Это говорит нам о том, что это не нечто новое, которое появилось сейчас для того что бы уничтожить этот мир. Люди, их иммунитет стал менее устойчив, чем это было раньше. Распространение коронавируса происходит не потому что это какой-то супер новый вирус. Эта пандемия происходит потому что люди ослабели, потому как они едят то что есть нельзя. И вместо того что бы идти вовремя спать, они сидят долго и пьют напитки в составе которых есть кофеин. И это все вместе разрушает здоровье нашего тела. И что мы как христиане можем предпринять по всем этим вопросам. Для нас, верующих людей, сохранение нашего здоровья должно войти в привычку. И те бедствия которые сейчас происходят в мире, нам нужно рассматривать как возможность для нас распространять Божью истину. Как ты только что рассказал о том что ты поделился этими книгами с этой женщиной. Мы должны рассматривать все что происходит сейчас вокруг нас в этом мире и нам нужно понимать что мы живем в особенное время. Более значимое чем прежде. Потому как люди сейчас начинают задумываться над вопросом что же нам делать. Для нас сейчас наступила хорошая возможность дать им ответ на их вопросы. Для нас это должно стать обычным делом. Мы должны проснуться утром, проводить время в общении с Богом, читая Библию. Мы должны заботиться о здоровье нашего тела. И нам нужно распространять трехангельскую весть. И мы не должны фокусировать наше внимание на тех вещах которые мы не можем контролировать и мы никак не можем их исправить. Аминь. Безусловно Коди. Но что мы можем делать? Мы можем выполнять ту работу о которой я только что сказал. И еще то что ты уже упоминал ранее о работе которую ты выполняешь когда ты отправляешь на почте нашу литературу. Возможно кто-то скажет это не такая уж важная работа и тебе нужно прекратить делать это чтобы ты ответил на этот вопрос Билл. Мы уже обсуждали с тобой как-то этот вопрос и я сказал тебе тогда что я каждый день иду на почту для того чтобы отправить в разные страны нашу литературу. Иногда я задумываюсь над вопросом что если бы кто-нибудь остановил меня и сказал то что ты делаешь эта работа никому не нужна она не продуктивна и поэтому тебе нужно прекратить это делать. Я бы посмотрел на этого человека и сказал бы ему это не так. Эта работа очень важна сейчас. Потому как сейчас многие люди потеряли надежду. людей сейчас нужно подкрепить. И им нужно обрести надежду на завтрашний день. И они определенно нуждаются сейчас в этих книгах. И им нужно обрести надежду на завтрашний день. И те книги которые я рассылаю как раз и дают людям эту надежду. И эти книги дают понимание о том как можно противостоять болезням, включая и коронавирус. И поэтому я ответил бы такому человеку что то что я делаю это сейчас очень важно. Аминь. Сегодня утром на богослужении мы читали о той работе, которую проводит в Африке Эдвард Катира. И Эдвард поделился тем что в результате этой пандемии коронавируса он получил настолько много звонков от людей которые просят провести с ними занятия и рассказать им о здоровом образе жизни. Слава Господу. Сегодня люди желают знать о том как они могут сохранить свое здоровье. И кто им об этом расскажет кроме адвентистов седьмого дня? Да верно. Это своего рода профилактика. Это то что мы должны делать. Да безусловно Коди. Следующий вопрос, является ли коронавирус знаком того что конец близок? Мы уже немного коснулись этого вопроса. Мой ответ на этот вопрос следующий, может быть и так. То есть нам нужно подождать и посмотреть чем это окончится. Да верно. Но не спекулировать на этой теме. Да разумеется. Может ли этот коронавирус привести к тому что будет принят национальный воскресный закон? Да может. Безусловно может. Но приведет ли это обязательно к национальному воскресному закону? Мы не можем это сказать определенно. Мы не можем утверждать это на все сто процентов. Пока что нам нужно проявлять осторожность и совершать ту работу которую Бог нас призвал совершать. Это то что мы должны сейчас делать. Не говорить ничего такого что может быть воспринято другими людьми как спекуляции. Не говорить что вне всякого сомнения вот уже наступает конец этого мира. Мы не имеем права делать сейчас такие заявления о Коди. Или же отвлекаться на просмотр видео за видео, читать документы за документами в отношении коронавируса. Мы не можем управлять этой ситуацией нам просто нужно занять такую вот выжидательную позицию. Мы должны как обычно выполнять свои повседневные обязанности и распространять весь другим людям. Да. Именно так. И еще, Коди, допустим, что мы знаем из трудов Духа Пророчества, Эллен Вайт писала о том, что народ сам будет призывать к принятию воскресного закона. Когда мы увидим, что это уже происходит, и когда мы увидим, что по этой теме идут обсуждения в правительстве, то мы должны знать, что наступило время начать провозглашать эту весть в полную силу, вызывать громко и предупредить жителей Америки о том, что если они примут воскресный закон, то это разрушит их великую страну. Итак, Коди, начать сейчас говорить «вот это уже начинается» не делайте это. Мы не можем так сейчас говорить. Я рад, что ты сейчас упомянул труды Духа Пророчества. Ты не процитировал, но упомянул о том, что люди будут сами агитировать за принятие воскресного закона. И так ты знаешь об этом наперед, потому что ты регулярно читаешь то, что написано в трудах Духа Пророчества. Ты уже знаком с основными путевыми знаками того, что будет происходить. И так, чем больше мы знакомы с тем, что говорит Дух Пророчества о событиях конца, чем больше мы знакомы с трудами Духа Пророчества, чем больше мы знакомы с тем, что говорит Библия о том, что должно произойти в конце времени, тем больше мир будет у нас в разуме. Мы будем знать о том, что мы можем покоиться, полагаясь на Божью истину, и не заниматься различными спекуляциями и домыслами, потому как нам известно что говорит Дух Пророчества по всем этим вопросам. И так это вопрос огромной важности для каждого из нас. И мы все должны много размышлять по этим темам, особенно если мы чувствуем что нас охватывает какой-то страх или беспокойство и смятение. И очень легко в этот момент сойти с истинного пути. В таком случае мы должны остановиться и задать самим себе вопрос. Знаю ли я как должно то что по этим вопросам написано в трудах Духа Пророчества? Знаю ли я как должно что говорит Писание по этим вопросам? Буду ли я продолжать верить тому что говорит по этим вопросам Конгресс США или что говорит Fox News или CNN? Или же я прислушаюсь к тому что говорит об этом свидетельство Иисусова? Или что говорит об этом Слово Божие? И прочту то что там говорится по этому поводу. Истина уберет с пути весь этот мусор и ответит нам на все наши насущные вопросы. Да, я с тобой согласен, Коди. Знаешь, мое личное понимание этих вопросов. Я знаком с множеством людей с противоположными мнениями по этому вопросу. Я знаком с людьми, которые презирают президента Соединенных Штатов. И я также знаком с людьми, которые говорят, что у нас замечательный президент. Потому как то, что я слышал от политиков, они все это делают превосходно. Но вопрос в том, Делаю ли я все превосходно в моей жизни? Конечно же нет. Как я упомянул, примерно неделю тому назад президент Трамп говорил о защите религиозной свободы для всех граждан. Я ценю это. Потому как это касается первой поправки Конституции Соединенных Штатов. И Трамп сказал, что он будет защищать эту поправку. Я ценю его усилия в этом направлении. Я слышал, как некоторые политики в Конгрессе высказывались за то, чтобы оказать помощь в триллионы долларов тем, кто пострадал от этого кризиса, связанного с коронавирусом. Знаешь, все это выглядит так, что некоторые американцы получат пользу от этих предложений. Я слышал, что каждый американец в это нелегкое для нас время получит определенную сумму финансовой поддержки. Когда политики стараются сделать что-то хорошее для людей, давайте оценим это. Давайте скажем, я ценю те шаги, которые вы делаете в этом направлении. Но если они скажут, знаете, народ призывает нас принять закон о воскресном дне. Давайте примем этот закон. В этом случае они переходят черту. И нам необходимо высказать суровое обличение. Мы должны всеми силами предостеречь против принятия этого закона для блага Соединенных Штатов Америки и всего мира. Потому как принятие этого закона принесет с собой разрушение для всего мира. Поэтому нам нужно быть очень осторожными. Да, я согласен, Билл. И делать те вещи, которые мы можем делать. И не спекулировать на тех вопросах, которые мы с вами контролировать не можем. Бог восседает на Своем престоле, и все находится под Его контролем. Ничего из того, что происходит на нашей земле, не ускользнет от Его всевидящего взора. Бог говорит, хорошо, дьявол, ты можешь это сделать. Но в конечном итоге, Бог контролирует все, что происходит в этом мире, и мы можем полностью положиться на Него. Да, я согласен, Билл. В третьей главе книги Амоса в шестом стихе написано, «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Этими словами Бог говорит, что все находится под Его контролем. Мы должны с вами понимать, что Бог позволил развиваться тому, что сейчас происходит в мире, вокруг коронавируса. И это все служит исполнению Его целей. В пятом томе свидетельств для церкви, на странице 451-й, сказано следующее, «Приняв в законодательном порядке папское установление, нарушающее закон Божий, народ Соединенных Штатов окончательно порвет с праведностью, когда протестантизм протянет руку через пропасть и подаст ее римской власти, когда он проложит мост через бездну, разделяющую его со спиритизмом, когда под влиянием этого тройственного союза наша страна не спровергнет все принципы своей конституции и отречется от протестантско-республиканских принципов правления, а также создать все необходимые предпосылки для распространения папских заблуждений, тогда мы окончательно удостоверимся, что приблизилось время чудотворных действий сатаны и близок конец всему». Именно это мы сейчас и наблюдаем. Мы видим, как отступившие протестанты идут в том направлении, куда требует народ. Мы часто слышим «демократия», но то, что сейчас происходит, это не демократия, демократическо-республиканский тип правления. Слово «республика» присутствует в этой фразе. Это то, что написано в клятве верности республике. Все очень просто. Когда наша страна начинает склоняться к демократической форме правления, и когда отступивший протестантизм пожмет руку папству и спиритизму, речь идет об общении с духами, и сразу после этого наша страна не спровергнет все принципы своей конституции, и тогда мы будем знать, что конец близок. Не до этого, но тогда мы будем наблюдать исполнение последних событий. Да, это так, Коди. Мы говорили о том, что существует связь между коронавирусом и планами глобалистов. Принятие воскресного закона, мы это уже тоже обсудили. Существует ли какая-нибудь опасность от этого невидимого вируса? Я вспоминаю, когда мы обговаривали новости, кто-то задал вопрос, как нам теперь нужно правильно стирать белье? Вопрос состоит в том, насколько глубоко мы можем спуститься в эту кроличью нору фанатизма. Мы можем стирать наше белье, как мы это делали и раньше. Вы можете как и раньше относиться к вопросам здоровья. Мы не должны делать какие-то изменения в нашем поведении только лишь по причине коронавируса, но мы должны понимать, что это имеет последствия для вечности. Может быть, Билл, ты хочешь что-то добавить по этому вопросу? Я думаю, Коди, что ты уже ответил на этот вопрос. Нам нужно сохранять в чистоте наше тело. Нам нужно придерживаться здорового образа жизни. И нам также нужно проявлять мудрость в этой ситуации. Мы должны отказаться от той пищи, которая может принести нам вред. Мы должны также прекратить пить такие напитки, которые могут разрушить наш иммунитет. По причине болезни животных, нам нужно прекратить употреблять мясную пищу. Мы должны выполнять достаточно физических упражнений. Коди, если мы не будем жить согласно законам и здорового образа жизни, мы непременно пожнем последствия такого образа жизни. И вопрос о том, как нам стирать нашу одежду во время коронавируса, это довольно странный вопрос. Как обычно, мы кладем вещи в стиральную машину, добавляем какое-нибудь стиральное средство. Вода должна быть горячей, насколько это возможно. И вот таким способом мы стираем нашу одежду. К сожалению, вся эта шумиха, Коди, которую подняли в СМИ, она ввела людей в панику, и люди перестали трезво мыслить. Да, верно. И будет хорошо, если мы будем молиться согласно тому, что написано в 4-й главе послания к евреям, в 14-м стихе. Здесь написано, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Но насколько бездумно преподносится вся эта информация во всей этой шумихе, которую подняли в СМИ. И разумеется, в результате люди напуганы, они не могут после этого разумно мыслить по всем этим вопросам. И на это есть свои причины. У меня здесь есть статья из издания CDC. Заглавие этой статьи говорит следующее. «80 тысяч человек умерли в США в прошлую зиму от гриппа». Согласно информации от Associated Press, это самое большое число умерших за последние 40 лет. Здесь говорится о периоде времени начиная с 2017 года. «80 тысяч американцев умерли от осложнений после гриппа в прошлой зимой». Это самое большое число умерших по меньшей мере за последние 40 лет. Это статья из издания statenews.com и вот цитата из статьи, которую я уже приводил ранее. «Общее количество смертей от коронавируса в США». Это статистика на 20 марта 2020 года. Умерло всего 250 человек. Итак, 80 тысяч от гриппа умерло и 250 человек от коронавируса. По всему миру от коронавируса умерло 11 299 человек. И это после эпидемии в Китае. Китай составляет две трети всего населения Земли. Итак, что мы можем видеть здесь? Да, несомненно, есть вирус, который создает определенные проблемы, но ясно одно, что проблема связанная с этим коронавирусом раздута до таких величин, что это уже не входит ни в какие рамки. Если только один сезон гриппа может унести 80 тысяч человеческих жизней. И эта статистика к тому же еще не совсем правильная статистика. Потому как многие люди которые умерли из-за гриппа они болели еще другими болезнями и грипп для них стал такой своеобразной последней каплей. В любом случае 80 тысяч умерших от гриппа и 250 человек умерло от коронавируса. И в штате Орландо и в других штатах уже собираются вести комендантский час. Нельзя собираться в группы, более 10 человек. Ясно, что здесь что-то происходит не то. Понятно, что что-то странное происходит в этом деле. Это должно нас заставить задуматься над всем происходящим. Да, безусловно, это так, Коди. Та статистика, которую ты только что привел, просто ошеломляет. Сколько из нас знает о том, что в семнадцатом году грипп привел к такому большому количеству смертей? Был ли у нас карантин тогда? У нас ничего подобного и в помине не было. И сейчас, со всей этой шумихой, которую подняли в СМИ, после такого количества смертей, что мы видим сейчас в Америке, понятно, что нам что-то недоговаривают, Коди. Когда я слышу подобную статистику, то я понимаю, что есть какой-то тайный сговор между определенными силами, и они с помощью всего этого что-то пытаются продвинуть. Они работают за кулисами для того, чтобы осуществить какие-то свои замыслы. Да, именно, Билл. Знаешь, все это мне напоминает события одиннадцатого сентября, когда в двухтысяча первом году упали здания Всемирного торгового центра. Если мы проанализируем все свидетельства произошедшего, тогда мы видели, как падали эти здания, и мы понимаем, что эти здания не могли упасть по той причине, что горело авиационное топливо из этих самолетов. Этого не могло произойти, это просто невозможно. И когда читаешь заключение экспертов, и когда читаешь то, что рассказали пожарные, когда они находились на месте падения этих зданий, они рассказывали, что услышали сильные взрывы. И ты думаешь, погоди минутку, кто-то здесь что-то недоговаривает, и эти здания упали потому, как кто-то имел далеко идущие планы после этого. Итак, вопрос, который мы должны задать, следующий. Каковы планы, и насколько Бог позволит этим силам продвинуть их планы. Да, верно. Потому, как все эти вещи, подобно той статистике, которую ты только что прочитал, все это просто не имеет никакого смысла. Это просто не имеет никакого смысла. Безусловно, Билл. И когда мы собираем все эти свидетельства вместе мы приходим к одному выводу. За всем этим что-то происходит, что-то происходит. Что будет результатом всего этого, мы пока еще не знаем. И будет неправильно говорить сейчас об этом. Но есть кое-что, что мы знаем наверняка. Да, и еще. Иногда все эти планы ничем в итоге не заканчиваются потому как Бог вмешивается в ситуацию и отменяет то зло которое кто-то запланировал сделать. Это одна опция и вторая опция мы должны подождать и посмотреть и уже сейчас видно что были какие-то планы но в итоге это все будет служить принятию воскресного закона. Все это развивается в этом направлении. Это единственное предположение которое мы пока что можем сделать на это время. И в заключение еще один вопрос, Билл. Учитывая то что правительство запретило собрание больше чем десяти человек, что бы ты мог посоветовать тем людям у которых дома есть домашние церкви. Как об этом говорится в 10-й главе послания к евреям. Не будем оставлять собрание своего. Что бы ты мог посоветовать людям которые сейчас находятся в такой ситуации. Должны ли люди просто проявить послушание тому что говорит правительство что бы ты мог сказать таким людям. Коди я бы посоветовал любому пастору собраться с лидерами его церкви сесть и проанализировать эту ситуацию со всех точек зрения и тогда уже принимать какое-то решение. Очевидно что с одной стороны Слово Божие говорит то, что ты упомянула из послания к евреям. Не оставляйте собрание своего. И с другой стороны есть судебный запрет собираться вместе. И это все будет усиливаться по мере приближения к концу. Мы должны собираться вместе потому как люди нуждаются в подкреплении и надежде. В это время больше чем когда-либо нужно поощрять собираться вместе. Потому как так они получат подкрепление от Бога. И мы слышим такие слова подкрепления в церкви. По крайней мере мы должны слышать. Да верно Билл. Я бы посоветовал каждому пастору собраться с лидером этой церкви, проанализировать то что происходит и затем уже принимать какие-то решения. И остальные члены этой церкви, которые сами не принимали непосредственного участия в принятии этого решения. Должны принимать это решение и сказать, если такое решение было принято, то так тому и быть. Я принимаю то что было принято. Вот то что бы я посоветовал таким людям. Итак, мы должны найти какой-то сбалансированный подход по этим вопросам. Мы не должны пренебрегать тем что говорит правительство и в то же время мы не должны выполнять все что говорит правительство. Потому что написано «отдавайте кесарю, кесарю, аааа Божье Богу» и так руководители общины должны собраться вместе с молитвой обдумать все возможные варианты, с молитвой прося помощи Божьей в разрешении этих вопросов и затем действовать согласно принятому решению. Либо собираться вместе, потому как так решили лидеры этой церкви, либо разделиться на группы по 10 человек, что также возможно. Есть еще вариант можно общаться с помощью видео. Каждая община в отдельности должна принять свое решение. Думаю нам нужно позволить Святому Духу помочь нам принять правильное решение в каждой отдельной ситуации. Вот такой на мой взгляд очень сбалансированный подход должен быть. Да, безусловно Коди. Итак, есть ли еще что-то, что ты хотел бы добавить по этой теме? Коди, я хотел бы посоветовать каждому, кто сейчас смотрит это видео, каждое утро проводите время, общаясь с Богом. Поступая так, вы получите ободрение и надежду прямо из Слова Божьего. Третьей главе книги пророка Сафонии. Недавно утром я читал этот стих, откройте сейчас это место, книга пророка Сафонии, 3 глава, стих 17. Вы не представляете, насколько сильно эти слова вдохновили меня? Здесь сказано, «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя». И дальше здесь сказано, «Возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Друзья, Бог обещает быть с нами даже до конца этого мира. Бог говорит, «Не оставлю тебя и не покину тебя, ибо Я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Проводите время размышляя над этими стихами Библии. Не тратьте время на прослушивание ваших местных новостных радиостанций, которые буквально бомбардируют ваше сознание такими вот сообщениями. Они говорят, «Миллионы человек могут умереть» или «Весь мир разрушится». Такие заявления приводят к тому, что люди начинают думать, что у них не остается никакой надежды. Все плохо и нет надежды. «И поэтому лучше проводите время и слушайте то, что вам говорит Слово Божье». Книга Иоиля, 3 глава, стих 16. «Но Господь будет надеждой для народа Своего и силой для сынов Израилевых». Итак, Господь желает быть нашей надеждой. И единственный способ, как мы с вами можем получить эту надежду на сегодняшний день и также на завтра – проводить время с этой книгой. Вот, что я, во-первых, хотел бы посоветовать делать всем нашим зрителям. И второе – позаботьтесь о вашем здоровье. «Подумайте о том, как вы живете, что вы едите, достаточно ли часов вы спите, делаете ли вы физические упражнения, достаточно ли вы получаете свежего воздуха и солнечного света, пьете ли вы достаточно чистой воды». Все это не должно быть «хочу – делаю, не хочу – не делаю». Мы должны это делать, если мы хотим иметь сильный иммунитет. И это особенно важно в тех условиях, в которые мы попали в связи с этим вирусом. Но все это мы должны взять за привычку и совершать каждый день нашей жизни. Есть ли вирус, нет ли вируса – неважно. И третье, то, что я хотел бы посоветовать делать – это быть внимательным к тем людям, которые есть в вашем окружении. Если вы видите, что люди рядом с вами нуждаются в том, чтобы узнать истину, дайте им сбалансированную весть, дайте им такие книги, как «Путь ко Христу», дайте им книгу «Национальный воскресный закон», дайте им книгу «Великая борьба». Давая им эти книги, вы даете им силу пережить трудности настоящего времени и надежду на будущее. И если у вас есть соседи, пожилые соседи или члены вашей семьи, которые не хотят ничего слышать о какой-либо религии, может быть, они нуждаются в том, чтобы вы помогли им сходить в продуктовый магазин для того, чтобы приобрести им продукты. Пойдите в магазин, помогите им, купите им буханку хлеба, сделайте, угостите их хлебом. Дайте людям понять, что если они нуждаются в вашей помощи, вы находитесь рядом для того, чтобы помочь им. Благословения, которыми мы делимся с другими людьми, если мы им помогаем, это влияет и на нашу с вами жизнь. У каждого из нас в этом мире есть своё предназначение. Так всё устроено Богом. Люди говорят, у меня нет никакого предназначения. Он нет друзья. У каждого человека есть своё предназначение. У Бога есть план для каждого из нас. Он знает, для чего каждый из нас здесь. И Он желает, чтобы мы с вами исполняли каждое своё предназначение в этом мире. Аминь. Слава Господу. Аминь, Билл. Итак, суммируя всё о чем мы сегодня говорили. Первое. Мы знаем, что СМИ находятся под контролем определенных людей. И с помощью СМИ эти люди вовлекают всех в это безумие. И что-то странное и непонятное происходит вокруг всех этих событий. Но тем не менее, мы не должны опускаться до спекуляций по этой теме. Мы не должны позволять этим событиям занимать наше внимание. Так что бы у нас опустились руки и мы перестали бы участвовать в том сражении, которое очень скоро подойдет к своему завершению. Будем проводить время общаясь с Богом через чтение Его слова. И так же будем заботиться о нашем здоровье. Будем участвовать в распространении вести, проявляя заботу о других людях, то что действительно может изменить наш мир сегодня. Если бы мы каждый начали совершать это, то не остались бы надолго на этой планете. С одной стороны мы не должны принимать без оглядки все что нам говорит СМИ и после этого бояться выходить на улицу. Потому как мы уже говорили сегодня о том что вся эта информация была передана в очень преувеличенном виде в СМИ. И в заключение я хочу прочитать несколько стихов из Библии. Первое место находится в первом послании Петра в 5-й главе начиная с 6-го стиха. Здесь сказано «Итак смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить.» Давайте направим наш взор только на Христа и на ту миссию которую Он поручил нам исполнять в это последнее время. Несмотря на те бедствия которые происходят, несмотря на эти эпидемии которые происходят, несмотря на войны и на голод у Бога есть работа для нас. Давайте будем стойко исполнять эту работу. Аминь. Аминь. О, если бы и ты, хотя все и твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих! Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Это слова Христа об Иерусалиме, а вернее о людях, которые считали, что владеют истиной. Но слова Спасителя предельно ясны. «Погибните!» «Вам нет дела до Сына Божьего!» Почему это произошло? Потому что не были приготовлены, поскольку не узнали время посещения их Богом. Время, которому не придали значения, ели, пили, женились, просто жили. И этого оказалось достаточно, чтобы услышать из уст Спасителя, который пришел спасать приговор. Знаем ли мы, в какое время живем? Придаем ли значение этому времени? Слышим ли голос Спасителя, обращенный лично к нам? Отвечаем ли ему? Или, быть может, как те иудеи, две тысячи лет назад думаем, что у нас все хорошо, что мы достаточно образованы и вполне мудры, чтобы отличать зло от добра, а истину от заблуждения? Возможно, мы даже посещаем церковь, соблюдаем праздники и стараемся жить честно, насколько это возможно. Если так, то что мы ожидаем услышать от Спасителя, если прямо сегодня Он вернется, как и обещал? Что Он скажет, обозревая уже наш город, как когда-то Иерусалим? «Великая борьба» — это книга, которая раскрывает перед нами грандиозную панораму глобального обмана. Обмана, автором которого является князь зла, а исполнителями те, кому мы привыкли доверять. Обмана, который призван усыпить бдительность людей, чтобы они думали, что знают истину, чтобы верили, что поступают правильно, чтобы надеялись получить спасение за добрые дела и многочисленные обряды. Эта книга, опираясь на исторические факты и библейские пророчества, ясно показывает, что великая духовная борьба, начатая еще на небесах, никогда не прекращалась, и нынешняя самонадеянная религиозность людей, как и тогда, две тысячи лет назад, всего лишь ловушка, цена которой — смерть. Книга «Великая борьба» поможет принять решение стать на сторону истины, узнать все о прошлых временах, верно оценить настоящее и приготовиться к будущему, торжественному времени великого посещения Богом нашего мира. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудио вариантах можно найти в описании к видео.